На изображении картина белорусского художника-пейзажиста Юшкевича Виктора Николаевича. Она была пепельно-розовой. Его мечта. Она струилась по дереву манго, огибая его по крутой спирали, цепляясь алыми коготками всех шестенок и руля длинным хвостом с веером на конце. Ближе к вершине ей стали мешать ветви, и она обхватывала их крыльями, вставляя конечные крыловые пальцы в ямки коры, взмахивала телом, словно гимнаст, и кувырком перебрасывалась на ствол. Вот она добралась до плодов, чуть не до зрелых, еще полупрозрачных и алых, как ее коготки, и одним движением оторвала толстую плодоножку от ствола. Круто загнутые ресницы прикрыли сапфировые глаза, зубастый, широкий, словно у утконоса, клюв сжал плод и быстро-быстро застучал, оббивая твердую корку. На Аркадия посыпались острые крошки коры, и он похвалил себя за предусмотрительно надетые очки консерва. Не видать бы ему иначе света белого. А так только шлем и куртка и стыканы осколками. И манга здесь была не манга, и птица была не птицей. Так их назвали жители, что очень не любили чувствовать себя чужими на этой планете, в этом раю. Его постеснялись назвать раем или эдемом. Сохранили обычную практику названия планет по имени открывшего их корабля. А потому имя планеты было Воркута. Жители называли ее Воркута, и даже объясняли, что лес всегда ворчит. Вот, мол, почему. Стыдно же. Штампованное имя для единственной из тысяч открытых планет, что оказалось пригодной для заселения, потому что сдавалось по типу «все включено». Обеспечивало пропитание из своих собственных ресурсов. Земля с наслаждением сбросила с себя груз избыточного населения, а леса Воркуты прорезали проплешины человечьих построек. Манга кормил людей, и лишь прихоти аппетита заставляли производить что-либо еще. Не растительное. В почве Воркуты ничто не прорастало, кроме манга. Но завезенное животное благоденствовали на плодах, как и человек. Только вот пернатые конкуренты иногда поедали плоды с особо полюбившихся деревьев, и люди начали охоту на птиц. Странная то была охота. Лишь две тушки достались музеям, серо-фиолетовые и сухие. По птицам стреляли, но не находили подстреленную добычу. Ловили, но ловушки оказывались пустыми. Птицы стали встречаться все реже, и тогда выяснилось, что семена манга прорастают лишь после обработки в желудках птиц. Была паника, но какой-то самоучка нашел рецепт жидкости для обработки семян, и паника улеглась. Все в порядке. Птицы и не нужны вовсе. Без них можно обойтись. Несколько последних лет Аркадий не получал сообщений на встречах с птицами. Он-то прилетел сюда с земли ради них, и теперь маялся безделием и тупо ждал. Надежда, говорят, умирает хоть и последний. И она умерла. Аркадий собрался домой, готовясь к омерзительно долгим годам перелета, когда ему сообщили об этой птице. Вроде и встретили ее в горах. Он полз по этим горам, как искомая птица, цепляясь четырьмя, к сожалению, всего четырьмя, конечностями и кляня местных жителей, что они сочли возможным рисковать жизнью ради паута. Паут, говорили они, кровь пьет из людей, потому и красной. И нечего в его логово лезть, все равно не убьешь. Логово он нашел по алым осколкам кожуры манго. Когда плоды давят под прессом люди, кожура рассыпается беловатой пылью, состав которой так никто и не удосужился определить. И без того плоды давятся отлично. Никто никогда не видел ядра. Из-под пресса вытекает красное пюре, его фильтруют и используют. Вот и вся кулинария. А птицы кололи кожуру на сверкающие осколки. И вот теперь Аркадию удалось разглядеть целое ядро в зубах паута. Оно походило на красноватую желатиновую капсулу с тенями семян внутри. Миг, и зубастая пасть раздавила ядро. Зубы заскрипели, перетирая орешки. И птица довольно ухнула, раскрыла слегка безумные лазаревые глаза и уставилась на Аркадия. «Не уходи!» – мысленно попросил он. «Дай мне на тебя полюбоваться. Ты прекрасна!» Странное шевеление внутри головы дыбом подняло волосы на темени. Голова словно распухла, и свободный раньше шлем сдавил виски. «Ухожу!» – прозвучал его собственный мысленный голос. «Вот дождался тебя, теперь уйду!» Аркадий потряс головой и спросил слух. «Ты последний?» Голова снова загудела, теперь не так сильно. «Последние ушли! Я вернулся!» «Поесть?» – тупо спросил Аркадий, отказываясь верить в очевидное. «Птица с ним говорила!» Мозг засмеялся. Вместе с Аркадием смех щекотал. «Я пришел сказать тебе, что мы отдаем вам свою планету. Нам легче искать пристанище, мы больше приспособлены к космосу. А вы еще незрелы и беспомощны. Мы знаем цену, что вы заплатили за нашу планету. Это единственная идея, что обуревала многие ваши поколения. Это цена безмерна, потому что вы почти остановили вольную мысль ради броска в космос. Может быть, здесь вы вернете иные цели и начнете иную эволюцию. Да измените же, наконец, принцип движения в пространстве. А зачем вам уходить? Если мы узнали, что вы разумны, разве для вас не исчезнет опасность? Птица снова засмеялась. Что мы разумны, могли бы и сами догадаться. Ведь поселились в чужих сельскохозяйственных угодьях явно искусственного происхождения. Вы рабы схемы рука, орудия труда, мозг. А если ты сам, орудие труда, ты сам настроил семя, сам нашел место, сам посадил, да еще удобрил, удобрил. Ни одно дерево здесь не выросло само по себе. Вы еще помаетесь, пытаясь обновить посевы. А про то, чтобы остаться, два сходных вида, разумных и питающихся одной пищей, неминуемо превратятся в один, потому что второму еды не хватит. Такие ситуации встречаются. Вид более разумный освободит территорию, оставив ее отстающим. Вот и я освобождаю. Он был там. Аркадий видел, он был там розовый паут, толкующий о разуме. Теперь его там не было. — Говоришь, два наших чучела у вас, — прошелестел голос, — а скольких неандертальцев откопали на земле на момент их ухода, — уверен, не больше двух, — и тех бракованных. Прощай, Сапиенс. И желаю тебе никогда больше не быть слабейшим из двух. Рассказ «Одна в мире птица» автор Ирина Маракуева и ссылка на источник. Ирина Владимировна Маракуева, МГУ, биолог, пишет в Ивановской области, в деревне Москвичка, член Российского Союза писателей, автор нескольких сборников рассказов, романов, а также пишет фантастику, критику, басни, стихи. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ. Новосибирск. Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok